привет друзья вы на канале винтаж пункт школы электриков сегодня у меня есть кое-что интересное для вас помните на прошлом занятии мы подключали реверсивный пускатель и запускали электродвигатель но наша схема была немножечко примитивная потому что после нажатия вперед чтобы включить назад нам приходилось нажимать кнопку стоп и также и в обратном порядке нам все время приходилось нажимать кнопку стоп чтобы поменять напряжение чтобы нам все время приходилось нажимать кнопку стоп чтобы поменять направление двигателя сегодня мы попытаемся избавиться от этого недостатка что же мы будем делать внимательно смотрите это очень запутанная схема но я постараюсь вам объяснить на пальцах, как все это делается. Прежде всего снимаем кнопочный пост. Наш кнопочный пост из трех кнопок. Стандартный, тот который мы проходили на прошлом занятии. Давайте прозвоним к нашей кнопочке. Нормально замкнутый, нормально замкнутый, нормально замкнутый. По всей этой стороне идут нормально замкнутые контакты. Нормально разомкнутый, нормально разомкнутый, нормально разомкнутый. Итак, вся наша хитрость состоит, чтобы правильно подключить эти кнопки. Обратите внимание что у кнопок есть не только нормально замкнутые но и нормально разомкнутые то есть у каждой кнопки есть пара контактов их то мы и будем сегодня использовать и так начнем если вы помните на всех на всех кнопочных постах мы подключали красной кнопки снизу коричневый провод как по которому будет приходить фаза нажимая на красную кнопку мы эту фазу что делали обрывали и в этой схеме все то же самое на красную кнопку снизу приходит коричневый провод по которому будет приходить фаза на управление нашим двигателем что же мы будем делать дальше так как мы будем одновременно нажимая на кнопку пуск мы будем одновременно не только замыкать нормально разумный контакт мы будем еще размыкать нормально замкнутые контакты тем самым останавливая двигатель из предыдущей позиции давайте посмотрим как надо сделать кнопочки и так вот по этой стороне у нас идут все нормально замкнутые контакты первую перемычку мы проведем отсюда с главной кнопки стоп теперь вот эти наши две черные кнопки тоже будут выполнять функции кнопки стоп вот этими своими нормально замкнутыми контактами потому что нажимая на одну кнопку она будет прекращать вращение двигателя который была включена с другой кнопки так мы провели фазу на одну кнопку с проведем фазу на другую кнопку так одну быть перемычку бросили сюда следую следующую перемычку бросаем вот сюда вот теперь проверим фаза по этому поводу приходит чернор через нормально замкнутый контакт проходит сюда через нормально замкнутый контакт проходит сюда и через вот эту перемычку проходит сюда когда мы будем нажимать на эту кнопку фаза вот здесь будет пропадать когда мы будем нажимать на эту кнопку фаза вот здесь будет пропадать теперь еще проведем парочку перемычек Давайте-ка теперь сделаем перемычку чуть-чуть подлиннее. Так, эту длинную перемычку мы подключим вот сюда. На контакт вот этой группы. Теперь смотрите логику. Сейчас у нас фазы есть здесь, 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 здесь и здесь. Но когда мы нажмем вот на эту кнопку, фаза здесь пропадет. Еще одну перемычку с этой кнопочки. А эту перемычку мы подключим вот сюда. Вот. Теперь смотрите, когда мы будем нажимать на эту кнопочку, фаза вот здесь пропадет. Тем самым вот эта кнопка блокирует эту, а вот эта кнопка блокирует эту. Теперь нам нужно подключить длинные провода. Давайте-ка мы сначала сверху начнем. Сверху мы подключим просто белый провод. Совершенно белый. Подключаем. Дальше давайте-ка мы подключим провод, помеченный синим. Подключаем. Сюда мы подключим провод, помеченный зеленым. Эти цвета я придумал сам. Вы можете подключать другие провода другого цвета или вообще помеченные цифрами. Ну и на четвертый контакт мы подключим провод, помеченный желтым цветом. Вот. Таким образом у нас получается из кнопочного поста будут выходить пять проводов. Один фазный и четыре провода на управление. Давайте ставить наш кнопочный пост на место. Итак, продеваем провода, как обычно, в отверстица. Аккуратненько здесь расправляем все наши перемычки. Обратите, запомните, здесь четыре перемычки. Вы всегда можете прокрутить видео назад и посмотреть, как я их подключал. Устанавливаем, расправляем аккуратненько провода. Устанавливаем крепежные винты. Так, сделаем все. Закрутим все понадежнее, чтобы нам было удобнее работать. Все, кнопочный пост установлен. Из него выходит пять проводов. Теперь, здесь, наш реверсивный контактор, вчера мы его подключали. У него есть перемычка между тринадцатым контактом, вот этого контактора, и тринадцатым вот этого, вот этого. Мы эту перемычку убираем совсем. Потому что в нашей схеме она нам уже будет не нужна. Что нам будет надо подключать? Коричневый провод. Вы, конечно же, уже догадались, что его подключаем на фазу. У нас вот здесь очень удобное место. Мы его подключаем на фазу С. Теперь у нас фаза будет по всем кнопочном посту. Так, теперь мы начнем подключать все наши остальные провода. Вот этот вот белый провод мы подключим на шестьдесят второй контакт. Нет, мы его подключим на шестьдесят второй контакт второго контактора. Смотрите схему. В схеме все отлично показано. Этот шестьдесят второй контакт второго контактора связан вот этим проводом. Вот этим проводом связан с четырнадцатым первого контактора. Все очень просто. Теперь мы возьмем провод голубой, вернее, синенький. И подключим его на тринадцатый контакт первого контактора. Как раз мы отсюда сняли перемычку. Так, теперь у нас на очереди желтенький провод. Желтенький мы подключим на шестьдесят второй контакт первого контактора. Все это я делаю по схеме, которую вы видите и можете все это сами повторить и сделать сами и применять цвета проводов, как вам больше нравится, в зависимости от того, какие у вас есть. Нет, немножечко у меня не держится. Повторим попыточку. Вот. Теперь должно все держаться хорошо. Остался у нас только зелененький провод. Ну и куда нам его подцепить? Видите же, у нас остался неподцепленный только тринадцатый контакт второго контактора. Внимательно смотрите схему. На схеме все прекрасно подписано. Подаем напряжение. Наш двигатель готов вращаться в обе стороны. Давайте пробовать. Удачи нам. Двигатель закрутился в одну сторону. Мы сейчас не будем нажимать на кнопку стоп, как вчера, а будем нажимать на кнопку в другую сторону. А еще раз попробуем. И кнопка стопа тоже работает. Смотрите, я нажимаю на кнопку стоп, прекрасно все работает. Мне захотелось, представьте себе, что это наши ворота. Мы вдруг их начали закрывать. И вдруг мы увидели какого-то человека, который еле-еле уже застрял в этих воротах. И мы не будем искать никакую кнопку стоп, чтобы остановить ворота. Мы сразу включим их в обратную сторону. И тем самым сэкономим время и жизнь человека. Эта схема очень удобная. Она подходит для дверей лифта, для ворот, для каких-то подъемных механизмов небольших передвижных тележек. Единственная проблема, конечно, для двигателя это трудно, переключаться вот так быстро. С одного направления на другое. Но вот такие маломощные двигатели на это рассчитаны. И для них это не проблема. Конечно, вот такие большие двигатели, для них схема делается по-другому. Вот так это очень просто. Возникают всегда вопросы у людей, которые пытаются собрать такую схему. Но, как вы видели, эта схема собирается очень просто. Если вы только внимательно пометили цветом все провода, собирается с первого раза и без проблем. На следующем занятии мы покажем вам еще что-то более интересное. А именно, мы подключим к этой схеме лампочки, которые будут нам показывать, в какую сторону двигаются ворота. Мы можем подключить сюда еще концевые выключатели, чтобы ворота отключались, когда закрылись или когда открылись. И мы можем подключить сюда еще что-то другое. Но об этом будет в следующем уроке. А пока до свидания. Удачи вам. Подписывайтесь на наш канал. Мы покажем еще много всего интересного. Продолжение следует...